всем привет добро пожаловать в новый влог мы с моими напарниками кондиционером на фоне и ненавистным красным креслом приветствуем вас его должны были забрать еще в январе но что-то не сложилось и она до сих пор со мной но она мне очень даже пригодилась потому что сейчас это тот светлый спокойный тихий уголок откуда я могу вещать вам и общаться с вами к тому же здесь еще и дневное освещение поэтому мне не приходится расставлять лампы наверное в будущем я куплю сюда какое-то растение чтобы глазу было поприятнее прежде чем мы с вами перейдем к основной части этого влога я хотела бы как мне кажется поделиться с вами полезной информацией потому что на днях мы с мамой ездили легализировать ее здесь в польше мы получали пессель и у меня есть несколько таких дополнительных моментов которые не все озвучивают мне кажется что для тех кто сейчас прибывает на территории польши это важная информация пожалуйста послушайте украинцы кто приехал в польшу 24 февраля и собирается здесь жить какое-то время остаться именно в польше вам обязательно нужно податься на получение песселя в больших городах открыли еще дополнительные пункты например на краковском стадионе это можно сделать но обычно в любой городской мэрии вы можете это сделать если это большой город то понятное дело что очередь будет громадной если у вас есть возможность поехать в деревню которая находится рядом там очередь будет меньше и собственно говоря это сделали и мы зачем нужно получать пессель потому что евросоюз и польша в частности приняли закон что если вы приезжаете по загранпаспорту вы можете пребывать здесь легально на протяжении 18 месяцев и зависимости от ситуации этот срок может быть продлен но все же пессель получить нужно во первых с ним вы сможете работать а во вторых вы можете спокойно и бесплатно обращаться все государственные больницы пока не все оформили вот эти пессели на так как очереди большое количество людей на это сейчас делают скидку и вас примут в больнице только с печатью в вашем паспорте с датой въезда обязательно проследите чтобы она у вас была то есть все кто приехал после 24 февраля без медобслуживания без помощи не окажется но в будущем все-таки у вас будут требовать вот этот номер пессель и когда вы получаете саму бумажку в городской мэрии крайне важно не потерять ее потому что она выдается один раз и ну разве что там документы где-то сгорят какая-то такая экстренная ситуация не дай бог аварии или еще что-то тогда возможно с какими-то заморочками можно будет запросить дупликат но если вы просто его где-то посеяли то повторно вам его не выдадут что посоветовали сделать нам мы сразу сделали несколько ксерокопий этого песселя оригинал мама будет хранить в безопасном месте а ксерокопию вы носите с собой и если вы пользуетесь общественным транспортом вы можете показать этот пессель и но вот сейчас на данный момент до 30 июня вы можете бесплатно ездить на автобусах и так далее я кстати не сильно в общественном транспорте в польше потому что я передвигаюсь на своем автомобиле ну вот уже 14 год или уже 14 лет я здесь ну короче я здесь долго и моя мама больше ориентируется она всегда возят с собой теперь вот эту копию песселя но если вы идете в государственное учреждение в том числе и в больницу вам обязательно иметь эту этот оригинал песселя также многие из вас я знаю уже подавались на финансовую помощь от государства от польши или собираются это сделать и также большое количество людей отправилась в банк для того чтобы открыть счет чтобы уже на счет сразу приходили деньги при оформлении вот этого счета при открытии будьте бдительны потому что сейчас вот мы были в банке с мамой и нам сказали что ваш счет будет бесплатным для вас то есть у вас не будет взиматься оплата за карточку за переводы за то что вы выплачиваете деньги из банкомата и так далее но это только на протяжении 12 месяцев возможно через год еще что-то изменится этот срок продлят но если нет то вам потом будут насчитывать ну вот мы были в пк о почти 18 злотых в месяц и если вы вдруг соберетесь уехать или ситуация украине стабилизируется война закончится и вы поедете спокойно домой не забудьте этот счет закрыть потому что у вас будет капать долг и потом когда-то вы приедете просто отдохнуть в краков и у вас могут возникнуть проблемы вот такая информация которую мне захотелось озвучить потому что я физически не могу ответить всем но какие-то детали я осветила у меня наконец-то появилось настроение по-настоящему все украсить к пасхе подоставала все свое богатство кое-что еще докупила и в этом году у нас будет по моему 14 человек если я не ошибаюсь первый день и во второй 11 приблизительно нужно еще точно все посмотреть потому что я уже могу и запутаться здесь у меня лежит все еще с прошлых лет салфетка связанная крючком постиранная но ее нужно еще раз намочить разгладить и крахмалить не буду потому что потом ее неудобно класть поверх корзинки у нас обычно что-то кладут и на дно и поверх когда идут светить корзинки собираются чисто символическими туда кладется маленькая пасочка баранчик у меня в этот раз будут точнее не у меня дети понесут корзинки будет из белого шоколада и один и второй увидела такие решила взять ну и там уже кто что придумает также часто замечаю что у всех есть букшпан это растение которое используют в живой изгороди в домах и оно зеленое как летом так и зимой и и вот у нас везде продаются такие букетики этот не подарили мои но точно одна моя зрительница а вторая не знаю смотрит видео или нет они работают в цветочном магазине в маргарите где я часто что-то приобретаю и вот это тоже от них я или муж мы их обожаем очень талантливые девочки там работают и что еще одна корзинка вот такая еще нужно привести в чувство хотя она никогда не была белой ну пообрезаю какие-то ниточки а вторая вот такая самая обычная и я искала какую-то салфетку на дно единственное что я сегодня нашла в росмане я ее постираю разглажу а что поверх без понятия моя мама очень красиво вяжет крючком но слишком поздно я проснулась не успеем наверное купить нитки и крючок я даже не знаю где это искать недалеко от нас букетик букшпана я сейчас все это поставлю вместе в воду а потом когда уже буду накрывать на стол аккуратно буду все отщипывать и украшать каждую тарелку вы знаете что я это дело люблю у нас часто кладут в корзинке например хрен или свеклу она подается или с хреном или в теплом виде готовится ну вот так знаете поставить в корзиночку в банке купила за три зотых да или я вас обманываю три три зотых за одной можно использовать несколько раз у меня были когда-то такие маленькие баночки были да сплыли куда они пропадают не знаю большая загадка и вторая баночка во вторую корзинку до пасхи осталось три дня а я только сегодня кинулась покупать какие-то краски для яиц наклейки и ничего нет я вам клянусь вообще ни в одном магазине единственное что я нашла это набор из пяти красок и еще какое-то золотое покрытие мама грозилась делать это с детьми так что я придумала ей занятия на один из вечеров у игнашика завтра день рождения здесь у меня еще вот эти фейерверки на торт и я аж испугалась что я купила двойку я в каком-то трансе нахожусь совершенно ничего не соображаю семь ему завтра исполняется семь лет представляете старшему девять и младшему семь обалдеть это у меня красивый декор на стол возможно вам это не так сильно заметно но я хочу вас убедить в том что вот эти сухие цветы вот эти они нежно фиолетового цвета я еще жду когда приедут мои новые дорожки на стол кстати не промокаемые что очень удобно их можно будет протереть какой-то влажной тряпочкой и они снова будут чистыми потом покажу как это все будет выглядеть в готовом виде сегодня стояла в очереди за овощами за фруктами за ягодами на торт который завтра буду печь мне так понравился этот цветок я не знаю как он называется но он такой полненький чем-то напоминает пион много лепестков также бутонов надеюсь что они распустятся этот кролик у меня из на ну на на с прошлого года по моему они мне его дарили и в каком-то магазине я еще присмотрела такую скорлупу и отдельно зеленушку к ней если я не ошибаюсь то вот это называется жижуха тут у меня стадо кроликов двое из них у меня с прошлого года вот этот и вот этот мне дарили на 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 а вот этих двоих я докупила в этом году уже побольше потому что по моему на такое количество людей нам придется принести стол из террасы он у нас раскладной и у меня конечно есть небольшая проблема потому что у нас не хватает стульев с этим тоже нужно что-то придумать и керамический золотой кролик смогу использовать их потом в каких-то последующих декорациях дай бог чтобы в следующем году я таки делала их сама как планировали с Настей кролики здесь стоять не будут они пойдут на стол но это не сегодня сегодня у меня по плану Павлова для Игната буду печь ему торт смотрите что произошло с моей формой для выпечки не знаю почему так это она не грязная это как будто какое-то верхнее покрытие начало с нее сползать немного страшно ее использовать может я зря так но все равно это как минимум не эстетично не хочется чтобы это потом проникало в организм напишите у вас так же это какая-то дешевая форма я сегодня опять была в Лиле мне кажется что я постоянно покупаю какие-то продукты питания у нас они очень быстро расходуются это уже такая увесистая форма для запекания для каких-то моих десертов для тортиков и она ну как мне кажется довольно качественная буду проверять и здесь еще есть вот такие полуручки на которые можно будет удобно взяться а это набор кастрюлек у меня кастрюли есть но мне их вечно не хватает это раз а во вторых мы с мамой хотим печь то ли пасочки я знаю что некоторые называют их куличи то ли краффины как правильно ставятся ударения ну такие завернутые они такие красивые я хочу попробовать не знаю что из этого получится потому что никогда в жизни этим не занималась и у меня нет вот таких высоких кастрюлек вообще Томак у нас обожает вот такие эмалированные кастрюли и если есть такие то он всегда выбирает их и мама говорит ну купи они же тебе пригодятся правда это было в другом магазине я сегодня в Лиле встретила набор из 4 кастрюлек небольшая кастрюлька с ручкой номер 2 вот это конечно огроменная такая не знаю на сколько литров на 4 что ли и поменьше ну короче кастрюль много не бывает девочки я обещала вам показать свой уход то чем я сейчас пользуюсь то что я недавно приобрела возможно я даже сниму отдельное видео как обычно с весенней летней косметичкой и это не серии украине война она сидит перебирает банки конечно жизнь безопасность и здоровье это первостепенные вещи это самое главное в любой ситуации но если есть вещи которые помогают вам ухватиться за реальность что то что вы всегда делали например вы не читали новости перед сном а читали книжку сделайте это если у вас есть возможность заварить себе кофе пусть и не в любимой кофемашине пусть это будет растворимый кофе но для вас это обыденная такая привычная ежедневная рутина утром или после обеда сделайте это если вы сейчас выехали из Украины вы находитесь в каком-то городе незнакомом прогуляйтесь по улице если вы можете себе позволить пользоваться уходом в смысле у вас есть на это время силы и вы находитесь в безопасности если это доставит вам удовольствие если это поможет вам как-то отвлечься хотя бы на 5-10 минут во всем этом кошмаре сделайте это и вот когда я потеряла папу я даже неосознанно первое время было очень тяжело и потом я прям заставляла себя снимать видео да я сидела перебирала банки и это были те полтора часа пока я записывала видео когда я абстрагировалась от своего психоэмоционального состояния и мне становилось легче и тогда конечно я не делилась своими чувствами тем что у меня было внутри я давила внутри слезы и рассказывала вам о косметике у меня это неплохо получалось и если кому-то будет полезно если кто-то захочет отвлечься напишите пожалуйста в комментариях я с удовольствием тоже заставлю себя сесть записать такое видео и тоже попытаюсь сохранить свое психологическое состояние потому что психосоматику никто не отменял и это очень сильно влияет на здоровье если вам помогают банки если вам доставит удовольствие макияж накрасьтесь у меня очень сильно выпали ресницы особенно на левом глазу поэтому я сейчас не крашу ресницы а отращиваю их с кожей тоже пытаюсь разобраться получается с переменчивым успехом и я сейчас пользуюсь утром и вечером вот этим средством от ЦРВ это пенящаяся увлажняющая крем пенка моя любимая для нормальной и сухой кожи она очень деликатная и если я не накрашена то мне этого хватает как утром так и вечером и также она хорошо снимает остатки макияжа а если у меня есть тон или биби крем тоже Миша то сначала использую гидрофильное масло Миша я уже неоднократно его показывала думаю что вы все знаете как оно выглядит растворяю макияж смываю водой и дальше еще раз вот эту пенку это что касается демакияжа у меня закончилась эссенция и тоники уже после пустых баночек есть еще очередные пустые банки я решила купить себе на iHerb вот эту эссенцию да это же эссенция от Миша тоже из линейки Супер Аква вот такая она у меня была в прошлом году и я была супер довольна тем увлажнением которое она дает и я посмотрела сколько она стоит у нас в Польше сколько она стоит на iHerb я вам в прошлый раз рассказывала короче всегда до этого мне насчитывали еще дополнительный налог при растаможке сейчас этого нет вот сколько это стоило на сайте я получаю посылку и никаких дополнительных оплат если же вы хотите заказать что-то здесь многие ранее заказывали на украинском мейкапе в Польше мейкап тоже есть я оставлю вам ссылку внизу у них большой ассортимент и такой же интерфейс как и в украинском мейкапе только склад находится в Польше и я думаю что вы без проблем найдете свои любимые бренды и там мы с вами договаривались что сейчас таких видео не будет рекламы поэтому все что я озвучиваю это чисто от меня так мне понравилась эссенция я решила взять еще и увлажняющий крем тоже от миша супер аква пока что кремом я не пользовалась вот впервые его открывал впечатлениях я наверно попозже расскажу интересная консистенция типа как более плотный гель и приятный аромат свежий довольно парфюмированный если честно с кремом под глаза я решила не экспериментировать нравился мне вот этот от пьюрита здесь его много особенно летом прикольный он легкий и хорошо увлажняет в таком тюбике если помните он ранее мелькал в моих роликах классный крем и решила его повторить и он еще такой восстанавливающий и успокаивающий здесь 49% экстракта цинтеллоазиатской мадегасасит и всякое там разное после моих бесконечных прыщей на нервной почве конечно же меня выручают вот эти патчи но теперь у меня другая проблема потому что есть постактные красные пятнышки и тоже хотелось бы осветлить общий тон кожи поэтому взяла несколько сывороток пока такая выгодная цена это сыворотка с витамином С я буду использовать ее в качестве такого типа как легкого пилинга здесь 20% витамина С наверное аскорбиновая кислота бренд пьюрадор что-то такое когда-то видела на него неплохие отзывы и решила взять попробовать огромная бутылка думаю что поделюсь и с мамой это ампула от Миши с витамином С я почитала отзывы меня предупреждали о том что она очень маленькая так что я уже как бы к этому готова но ампула она в принципе такая знаете для решения определенных проблем супер концентрированное средство и она должна корректировать вот эти всякие постактные общий тон осветлять и передавать коже сияние смотрите какой малыш крем под глаза и ампула реально наверное ненадолго хватит и еще взяла сыворотку с витамином С от Art Natural это пробное средство то есть по-моему не полноразмерное здесь его не так-то и много 10 мл думаю что в случае витамина С именно в такой форме сразу все будет понятно да да нет нет и и и моя любимая отбеливающая супер мятная паста сейчас в новой упаковке как оказалось сейчас только узнала об этом это бренд Jason у нас грядет сезон всяких букашек с клещами конечно нужно будет как-то бороться покупать все эти спреи и мы снова не сделали привык у меня просто вылетело это из головы но вот комары меня сжирают и поэтому я взяла себе и детям вот такой бальзам от Sierra Bis он на основе натуральных эфирных масел и тоже как бы писали что это работает взяла еще вот это кокосовое масло со вкусом сливочного от бренда Nutiva вот такое оно очень классное его надолго хватает и я обычно вот когда жарю пелюкийские вафли или даже когда обычные блинчики жарю немножечко добавляю на сковородку и оно не пригорает при этом действительно очень сильно похоже на настоящее сливочное масло ну и из каких-то знаете профилактических средств при простуде я всегда начинаю принимать вот этот экстракт косточек грейпфрута я знаю что многим из вас он помогал и сейчас взяла в небольшой упаковке для того чтобы в поездке брать с собой никогда не помешает а для маленького жителя я заказала вот такое средство оно с четырех месяцев капельки при первых признаках простуды многие мне его советовали я когда-то брала тоже для своих детей такое же только я аж ошиблась с возрастом то есть нужно было брать для детей постарше и тогда отдала знакомое сейчас на всякий случай потому что ребеночек недавно температурил я решила заказать это вот то что касается не показанного в прошлый раз а сейчас будет небольшой обзор продуктовой корзины у нас много чего есть но мы просто зашли в магазин за чем-то одним и вышли с такими пакетами стоимость их приблизительно 100 долларов часть мы приобретали в магазине Lidl а часть в местных небольших фирменных магазинах в пригороде Кракова мясная лавка хлеб и так далее из мясного взяли большую упаковку фарш на котлеты из Lidl для всей семьи есть порция где-то 400 грамм а мы взяли 700 также это индейка тоже фарш я собираюсь приготовить макароны типа как болоньеза это у нас будет журек журек готовится по-разному мне нравится рецепт с белой колбасой и также этим беконом вот собственно говоря и он можно взять ненарезанный но мне нравится этот потому что меньше заморочек и также можно взять небольшую порцию и например поджарить и потом сделать яичницу но это у меня для журека из местного магазина с мясом взяли так прилично краковской колбасы она сухая она долго хранится очень ароматная и вкусная если вы в польше обязательно попробуйте это паштет с клюквой это невероятно вкусно и вот такую ветчину мы используем или для бутербродов она типа как прессованная но это не то же самое что вареная колбаса или же для тостов как раз по размеру отлично подходит из овощей взяли только это три штучки цукини это у нас будут оладьи помидоры у нас есть несколько видов помидоры самые любимые которые называются малиновые то есть малиновые розовые помидоры они не пластиковые и когда бы я их не приобретала они всегда съедобные огурцы уже начали появляться тепличные но они были какими-то вялыми поэтому взяли вот такие на бутерброд или на салат зеленый лук малина конечно сейчас очень дорогая но на выходные хочу пожарить блины мальчики очень любят с нутеллой или с ореховой пастой и с малинкой чеснок еще вот такие помидоры классные они даже слегка сладковатые и картофель два килограмма два с половиной когда будете выбирать картошку в польше обратите внимание на то что у нас есть несколько разновидностей эти именно до готования то есть для пюре для запекания они не совсем подходят потому что они разваливаются но как бы по вкусу все равно получится отлично также есть более крахмалистые из них делают польские клюски это типа как вот у нас есть ленивые вареники да они с творогом а это что-то похожее но с картошкой в украинской кухне я не припоминаю себе ничего похожего но возможно в нашем регионе этого не было также у нас еще есть картофель для салата он уже сохраняет свою форму и размять такую картошку например на пюре будет не так просто чеснок потому что заканчивается это куриный бульон и вот продаются в таких типа как кубиках это не то же самое во первых у бренда венеры очень хороший состав и я взяла с курицей бульон когда готовишь ризотто когда делаешь какой-нибудь суп пюре иногда вкусненько добавить концентрат он довольно соленый но здесь нет ничего вредного у нас есть разные там и для мясных соусов вот были в лиле заметила что там появились все варианты но вот этот какой-то такой самый любимый если уж покупаю то часто беру его помимо этого хрен хрен здесь белый и он продается в таких баночках стеклянных его не так часто используют и я взяла хрен потому что он мне понадобится журок возможно запишу рецепт если успею варенье варенье в польше называется джем или конфитура у меня именно конфитура и чем они отличаются от джем более однородные там как бы все перемолото а конфитура она всегда дороже потому что здесь есть целые ягоды это вишневый у меня какой же бренд не помню там покупает ович по-моему самый такой популярный и вот это с клубникой она также с целыми практически ягодами у нас идет очень много яиц поэтому очередная упаковка и я если ничего там не напутаю в магазине стараюсь выбирать вот эти на вольную выбегу они прям такие желтенькие как надо и по вкусу реально напоминают домашние молочка и около молочка беру в лидле вот такое молоко в стеклянной бутылке жалко что у нас их нельзя куда-то сдавать но зато у нас отдельно забирают стекло пластик бумагу и когда ты сортируешь мусор то потом меньше платишь за его вывоз так что и полезно и приятно для кошелька это настолько входит в привычку что ты потом уже даже не замечаешь очень быстро привыкаешь к этому сметана 18% она не так сильно не так быстро свертывается и вот эта фирма тоже неплохая пентница монте мальчики любят эти десерты ну не самая полезная вещь тем не менее и так живем в таком мире что это не самое страшное так пачка сыра твердого желтого мой самый любимый это голда он какой-то деликатный без разных привкусов и на тосты тоже отменно пачечка творога у нас есть большая дома просто взяли вдруг не хватит на выходных а это растительное молоко вообще мне очень нравится бренд инка но у них там овсяное и соевое а вы мне написали что раз уж я перехожу на такие растительные напитки из-за кожи из-за моего дерматита вы советовали мне брать именно ореховое и помимо этого бренда не было ничего другого можно взять кокосовое миндальное какое угодно если это будет рисовое или же овсяное это просто дополнительные углеводы вроде как полезнее ореховое но глядя на состав у меня есть некоторые сомнения это из кешью а вот это в бутылке это закваска на журок ее можно сделать самому я никогда не пыталась потому что она у нас продается в каждом магазине я беру обычно разную вот как попадется под руку такую и хватаю все они одинаковые во всяком случае мне так кажется это уже вовсе не обязательно три букета цветов это тюльпаны они очень красивые когда распускаются такие как бы не однослойные а бархатистые еще вот эти когда распустятся постараюсь не забыть показать видите махровые а это из небольшой цукерни это магазин где продаются всякие пирожные в польше взяли легенькие с такой творожной массой с желе и клубникой и три штучки тирамису из вкусняшек мама взяла огромную упаковку ореха в шоколаде это вроде как довольно темный шоколад это мне просто захотелось стояли рядом с кассой маркетологи конечно знают где все размещать взяла себе кето вот такие хотя я не на кето диете и кокосовые вот эти раньше покупала они довольно вкусные если я не ошибаюсь то они да без сахара вот эти веганские да тоже без сахара отлично как-то не обратила на это внимание совсем скоро пасха поэтому взяла белую глазурь ее нужно разогреть на водной бане еще у нас продаются вообще в лиле стоял целый стенд всякого там разного к пасхе и бренд дилекта значит смотрите что это такое я думаю что вы в курсе но если вдруг мне понятно что это это для декорирования такая сахарная паста она не готова к использованию то есть абсолютно твердая вот эти штуки нужно прям опустить в горячую воду где-то на одну минуту я чуть дольше держала когда мы с мальчиками декорировали наши пряники в прошлом году да получается на рождество чуть дольше подержала и они отлично растворяются потом получается классная паста в разных цветах они недорогие тоже могут долго храниться там даже до рождества выдержат просто у нас многое закончилось еще мне понравилась посыпка шарики разные палочки опять же для декорирования пряников и вот такое милашество это нарциссы они продавались без горшочка я уже их полила поставлю в кухне пусть меня радуют хлебобулочные изделия мой муж поклонник свежего хлеба он может ночью поехать в пекарню чтобы купить свежайший его никак не переубедить и поэтому мы покупаем хлеб небольшими порциями это вот одна четвертая такого большого хлеба но у нас он довольно быстро разлетается булочки цинамонки такие интересные это дрожжевое тесто и булка без ничего но она жарится на корице я так понимаю что на противне также есть какое-то масло что ли в общем необычно но дети любят взяла штуки наверное три а это называется капучняк то есть это булочка с капустой с кислой капустой их было четыре мы с мамой по дороге съели две они бывают или в дрожжевом тесте или же в слоеном в этот раз у нас в слоеном и даже есть алкогольные напитки это крафтовое пиво Томак его любит и у нас довольно популярны такие типа как пивные напитки это пиво со вкусом лайма и манго я очень давно не пила алкоголь мне просто-напросто плохо после него но почему-то в преддверии выходных подумала возьму себе и маме пока что не уверена что буду это пить но сегодня какое-то такое настроение коротко о том как работает закон подлости когда я собралась испечь ребенку безе первое безе получилось вот таким оно разваливается я даже не уверена что я могу переложить его на отдельную тарелку я собираюсь сделать еще крем на основе маскарпоне кстати рецепт Павлова у меня есть в одном из довольно старых влогов но готовлю точно так же и я решила использовать вторую половину целой пачки яиц и к счастью моё безе более менее получилось оно сделано всего из шести белков поэтому не слишком большое поверх еще будет крем и большое количество свежайших ягод они такие вкусные клубника пахнет клубникой и вкусная голубика что редко встречается особенно в начале весны что же случилось с первым безе потому что упаковка яиц одна и та же я слишком долго взбивала белки вместо того чтобы они превратились в такую воздушную массу они наоборот так как бы сбились не взбились ну короче понимаете о чем я видно да что они отличаются чуть-чуть и совсем забыла бы показать вам тюльпаны сейчас как раз так светит закатное солнышко они уже потихоньку отходят но красавцы же неимоверные и нарциссы успели зацвести вот жалко что они цветут совершенно недолго я поливала их дня два они вымахали теперь радуют меня своим желтым цветением на кухне зато наши настоящие нарциссы уже который год не цветут их там немного но по-моему им просто-напросто не хватает здесь солнца потому что утром солнце с другой стороны а после обеда оно сюда тоже не попадает но зато тоже зелено ждем остальные цветочки в саду на этом мы с вами будем прощаться спасибо за просмотр и за пальчик вверх этому видео берегите себя и мы с вами увидимся совсем скоро и мы с вами увидимся